Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Анелия. Сегодня я буду делать макияж вместе с вами. Делать я буду вот такой вариант макияжа и использовать я буду палетку от бренда Tami Tanuka Дивноглазый блудный кот. Крохотная палетка. У меня мини-версия, как они называют, версия микротестеров. Так палетка выглядит внутри. Я ей уже пользовалась один или два раза, но сегодня я решила сделать вместе с вами. Времени у меня немного и макияж какой-нибудь будет супер простой. Поехали! Небольшой дисклеймер. Я не визажист и никого ничему не учу. Не говорю, что надо делать именно так, как делаю я. Я просто показываю то, как я крашусь, ну а вы уже дальше сами решаете, подходит вам такой способ или нет. Ну все, переходим к макияжу. Приступаю к макияжу. Я начну с базы подтени от Анастасии Беверли-Хиллз. По моему опыту тени Тами Танук, особенно шиммеры, точно лучше держатся на базе. Без базы они у меня скатываются. Я возьму светлый матовый. Здесь их всего два. Светлый и чуть потемнее. Темным как-то не поворачивается язык его назвать, но второй чуть потемнее. Беру светлый. Вот он. И наношу в складку чуть выше нее. Теперь беру тот оттенок, который чуть потемнее матовый и буду наносить во внешнюю часть верхнего века и на нижний век. Этим же оттенком я чуть затемню складку. У меня на самом деле мокрая голова, но ничего, в процессе макияжа она как раз и досохнет. Так, будем считать, что я с матовыми закончила. Теперь я беру вот эти два оттенка. Буду использовать розовый и бирюзовый. На центр века нанесу бирюзовый, а розовый нанесу во внутренний уголок. Беру бирюзовый оттенок на палец, чтобы меньше осыпалось, и наношу на центр века. Забавно, что на веке он выглядит каким-то зеленоватым, хотя в рефиле бирюзовый. Теперь ближе к переносице во внутренний уголок я буду наносить маленькой кисточкой розовый шиммер из центрального, какого центрального? Из верхнего ряда, который по центру находится. Из центрального ряда тоже мне разошлась. Я хочу попробовать смочить кисть в сеттинг-спрей и посмотреть, будет ли этот оттенок ярче тогда наноситься. Ну, даже если и ярче, то, мне кажется, незначительно. По крайней мере, на внутреннем уголке это не ощущается, но я потом как-нибудь попробую влажной кистью нанести на все века, то есть на центр века. Как обычно, после шиммеров возвращаюсь к матовым. Тени прилично так пылят, но растушевываются очень легко. В данной палетке эти тени растушевываются очень легко, матовые. Я немножко добавила того матового, что потемнее, во внешний угол, чтобы сделать некий переход между шиммером и матовым цветом. Приблизительно так. На этом, я думаю, я остановлюсь. Нанесу коричневый карандаш в верхнюю межресничку. Нижнюю я трогать не буду, оставлю такой же светлый, как есть. Только в верхнюю межресничку, коричневый карандаш, нанесу тушь и вернусь к вам. Ну и вот, что у меня получилось. Я довольная, светлый, но хорошенький. Я этот макияж сделала реально, не знаю, минут за пять, наверное. Я тушь наносила дольше, чем все, что я делала с тенями. Так вот он у меня выглядит. Мне нравится. Буду заканчивать. Я осталась довольна макияжем. Я осталась довольна палеткой, где она. Я их просто все вместе взяла. Это все мои маленькие палеточки Тами. Я осталась довольна этим дивноглазым, блудным котом. Она очень светлая. С ней не получится никаких темных макияжей, с ней не получится чего-то сверх яркого. Мне кажется, вот приблизительно такая интенсивность с этой палеткой и будет получаться в разных вариациях. Ну, то есть цвета можно менять местами, но интенсивность макияжа будет приблизительно такая, если не использовать какие-то дополнительные прибамбасы, типа карандаша, подложки и так далее. Но я довольна палетками Тами, такой еще небольшой апдейт, количество палеток у меня увеличилось, и мне они нравятся. Есть некоторые претензии к темным матовым, к светлым нет. Со светлыми все хорошо, с темными бывают проблемы. Единственная главная претензия на сегодняшний день у меня к палеткам Тами, это их хрупкость, хрупкость теней. Они у меня не летали, я ими пользуюсь только дома, то есть не беру их никуда с собой, они не трясутся у меня. Но некоторые шиммеры словно разваливаются, я бы так, наверное, это сказала. И вот, например, сейчас у меня такая дилемма, я собираюсь в отпуск, да, я скоро ухожу в отпуск, и, возможно, даже это видео выйдет на канале, когда у меня уже не будет в Москве. Итак, я собираюсь в отпуск, и, казалось бы, эти палетки созданы для того, чтобы брать их с собой, но я боюсь, что они не переживут поездки в Карелию на машине. Да, мы собираемся в Карелию на машине, долгое путешествие, и мне кажется, что они от тряски просто все развалятся. Я, кстати, об этом уже даже бренду написала, что мне нравится пользоваться тенями, но есть такой вот косячок, о котором бы хотелось рассказать технологам. Они приняли к сведению, сказали, что передадут. Ну, не знаю, это мои ощущения, я вам могу так показать. Например, «Дивный голос скромной птахи», о ней было целое видео, мне очень-очень нравится, как подобраны здесь цвета, классная, нескучная базовая палетка, и вот этот оттенок «Дуахром», он у меня словно разваливается. Но мне все равно нравятся палетки «Тами», и какая-то песчаная «Газель», не помню, как она называется, она уже в пути ко мне, это их новая палетка. На этом на сегодня все, спасибо большое, что посмотрели это видео и провели со мной время. Если вам было интересно, если вы узнали что-то новое, ну или вы просто хотите меня поддержать, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, также внизу есть ссылка на мой инстаграм, где каждый день появляются новые макияжи. А я прощаюсь с вами, пока-пока, увидимся в комментариях. Собаки требуют моего внимания. Собаки требуют моего внимания.